На дворе осень, погода портится и портится настроение у людей. Отчего начинается осенняя депрессия и как ее избежать, мы спросим у нашего гостя, заведующего отделением неврозов областной, психоневрологической больницы номер один, доктора медицинских наук Ирины Мороз. Ирина Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, что такое осенняя депрессия? Не выдуман ли этот термин? Может быть у человека просто настроение плохое, а тут сразу депрессия. Ну, спасибо за вопрос, он очень актуален, потому что на дворе наступила уже осень. Но так как человек, мы же все живые существа, мы дети природы, а природа на это реагирует по-особому. Вот посмотрите, например, некоторые животные впадают в анабиоз, некоторые животные впадают в зимнюю спячку. А у человека нет возможности спать в спячку. И в спячку, и в анабиоз мы продолжаем дальше активный образ жизни, правильно? И вот что же у нас в организме в этот момент происходит? То есть происходят такие вещи, как начинает повышаться гормон мелатонин. То есть мелатонин – это гормон сна. Тот, который сон, да, клонит. В темное время суток больше, естественно, мелатонина у нас в организме становится больше. Снижается несколько уровень гормона сиротонина, который отвечает за уровень депрессии. А это, в свою очередь, приводит к снижению эндорфина. А эндорфин – это гормон удовольствия. Гормон радости и удовольствия. Радости и удовольствия. А от холода что происходит? А от холода – это вот температурный режим, он влияет на биохимические процессы. И вот посмотрите, то есть происходит такая вещь, и что у человека возникает? Как называется, уныние, да? Очень часто осеннюю депрессию, ее раньше еще называли меланхолической депрессией, а меланхолия – это уныние. И поэтому вот ощущение, что как-то вот жалко уходящего лета, да, начинают вспоминать, и наступает это уныние. Слава Богу, хочу успокоить всех, что меланхолия – это не истинная депрессия как таковая. То есть уныние – это не депрессия? Хорошо, а как все-таки понять, что у тебя депрессия, и пора обращаться к специалисту? Как понять, что у тебя депрессия? Депрессия имеет определенную триаду. Это психиатрическое уже заболевание. Она имеет триаду, когда нарушается эмоциональная сфера, мыслительная сфера, двигательная сфера у человека. То есть во всех сферах у человека происходит снижение, упадок, появляются тяжелые мысли. Не путаются мысли, да, тяжелые. Не путаются, они появляются тяжелые. У него нарушается сон. Вставая утром, он не чувствует себя отдохнувшим. И появляется действительно и сам с элементарными вещами, он справиться с этой депрессией не может. Вот тогда существует психотерапевт, психиатр, да, тогда существуют антидепрессанты и многие другие препараты. А вот есть люди, которые по-настоящему склонны к депрессии? Ну, вот вы знаете, кстати говоря, давайте пример приведем, такой Пушкина, да, великолепный, да, наш Пушкин, которого мы знаем с детства, и как он красиво писал об осени, да, милая парачья очарования. Между прочим, он страдал маниакально-депрессивным психозом. Ну, вообще художники склонны. Да, понимаете, это свойственно очень многим творческим. Хорошо, творческие люди, кто-то еще, кто-то еще. Судия, с впечатлительным людям. К истинной депрессии очень часто наследственность играет большую роль. Депрессия истинная, это прерогатива психиатра. А вот можно понять... А вот меланхолическая депрессия, да, о которой мы говорим уныние, когда вот осень, и мы начинаем задумываться, и у нас начинает падать настроение. Вы знаете, я скажу такую вещь, что когда человек занят, у него очень много работы, и ему некогда сидеть около окна, смотреть на эти падающие листья, жалеть себя и грустить, что уходит. Вы понимаете, это меланхолики, да, во всем надо находить позитив. Вот такой вопрос. Да. Больше всего от нашей депрессии страдают наши близкие, родственники, те, с которыми мы живем. Как им нужно вести себя в такие моменты? Может быть, они могут помочь нам? Вы понимаете, если это не истинная, да, психическая депрессия, если именно это осенняя депрессия, ведь, вы знаете, все гениальное просто. И действительно, и биохимики, и ученые уже давно разработали много всяких способов, например, да, здоровый образ жизни. Это ведь не просто слова, ведь проводили очень много экспериментов. Вот даже посмотрите на улицу, ведь практически люди у нас сейчас не гуляют, да, они заняты или своей работой. Утром машина, доехал, вышел, да, сел, поработал, опять в машину до дома. Да. Ну, в крайнем случае, в магазине. День сурка, понимаете? Или там дети, у кого маленькие, да, то есть они, естественно, там садятся учить уроки, детям выйти некогда на улицу. То есть здоровый образ жизни однозначно. Питание, продукты. Вот, вы знаете, я хочу сказать, что в последнее время мы сталкиваемся с такой тенденцией, и она нас очень радует, врачей. Молодежь, как бы здоровый образ жизни, у них вошел в моду. В моду. Вот это вот слово «мода», вы знаете, великолепное совершенно, и мы очень рады этому, что именно мода к здоровому образу жизни. Надо работать с теми, кто привносит моду в нашу жизнь. Совершенно. Чтобы они нам что-то хорошее прив... Вот сколько нужно двигаться в день, чтобы избежать... Пять километров пешком. Пять километров пешком. Час быстрым шагом. Час быстрым шагом. А сколько нужно спать? А спать нужно не менее восьми часов. Вот это да. Ну и здоровое питание, и все понятно. И, конечно, прогулки на свежем воздухе, это однозначно, да, однозначно. И вот посмотрите, наша область, наш Челябинск, в каком прекрасном месте находится. Такой замечательный бор. Да. Выйдите вечером в этот бор, осенью, пройдите и послушайте шуршание листвы. Посмотрите, как падает эта листва. То есть выберите буквально, ну, 40 минут вашего времени. Тем более, что у нас... И ваша депрессия уйдет. Понимаете? Впереди выходные, друзья. Тем более, впереди выходные, конечно. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была заведующая отделением неврозов областной психоневрологической больницы номер один Ирина Мороз. А далее пришло время новостей.